Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Как дела, братаны? Как вы помните, мы поспорили со Славиком, я говорю, что биткоин не уйдет ниже отметки 26500, ну а Славик говорит о том, что биткоин пойдет таки ниже. Ребята, а что вы думаете? Кто из нас прав? Мы забились на 1000 баксов. Кстати говоря, может быть действительно среди подписчиков устроить такой спор? Пусть они ставят какое-то количество денег, не знаю, может быть немного эфира или биткоина. И тот, кто выигрывает, забирает себе все. Но в принципе можно, да, ребят, может быть кто-то знает из вас такой способ, как это можно сделать, напишите тоже в комментах. Это будет круто, да? Представляешь, да, не только мы спорим, но и все тут в принципе. Но это было бы весело, да, ну и азартно тоже. Давай твоя команда против моей будет голосовать. Но моя команда всегда будет выигрывать. Да, конечно, разбежался. Хорошо, предположим, у тебя не было бы твоих миллионов, как бы ты сейчас зарабатывал вот на таком медвежьем рынке? Какой твой совет? Да и вообще не только по рынку, но и в этом мире, в котором мы сейчас живем. Ну, честно говоря, что я могу тут посоветовать? Попытайтесь изучить одну какую-то тему настолько глубоко, насколько вы можете. И попробуйте зарабатывать на своих знаниях. Вот это мой совет, то, что сейчас можно было бы сделать. А что ты бы сказал по этому поводу? Мой совет будет такой. Постарайтесь делать каждый день в течение часа какое-то дело. То есть поставьте себе цель, я хочу зарабатывать деньги, и каждый день, как минимум один час, проводите для того, чтобы достигать этой цели. Концентрируйтесь на своей задаче, пытайтесь пробовать разные способы. Даже если у вас вообще сейчас нет никаких денег, пытайтесь найти способ зарабатывать. Попытайтесь в таком случае найти способ, как можно зарабатывать деньги, не имея денег. Я уже, кстати говоря, проходил через такое. Ну что ж, сейчас я покажу вам свои сделки, мы подумаем, что может произойти на рынке. Посмотрим также на фондовый рынок, а он, кстати говоря, сегодня неплохо себя чувствует. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. И, ребята, чем больше вы ставите лайков, тем активнее продвигает YouTube наше видео, и мы создаем самое крутое криптосообщество на планете. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу по битку. Откроем графики. Ну и посмотрите, что происходит на рынке. Наблюдается некоторый рост. CRV плюс 8,48%. Это хорошо, потому что у меня есть CRV. BNB плюс 3,13%. Ну а что у нас там плетется в хвосте? Coinbase минус 2,69%. WISE минус 2,20%. В общем, фондовый рынок-то открылся неплохо, резво, но сейчас идет вниз. Давайте перейдем на биткоин. Биткоин вернулся вот в этот симметричный треугольник, который я чуть раньше прорисовал. Объемы заходят, я говорил об этом в своем прошлом видео. Еще раз повторюсь, что биткоин ходит пока что внутри этого канала, который я прорисовал двумя синими линиями, уровни 28,500 нижний и 31,280 долларов верхний. И что у нас происходит постоянно? Когда биткоин идет на 28,500, все начинают паниковать. Когда он идет на 32,000, все начинают впадать в экстаз. Но я остаюсь спокойным, пока биткоин ходит внутри этого канала. Сейчас биткоин немного пролился, но тут же отскочил назад. Посмотрите. Ну и в прошлом видео своем я рисовал вот этот симметричный треугольник. Внутри него создается давление, и затем биткоин должен выйти куда-то из него. Я говорил, что биткоин может как раз пойти потестить верхнюю границу треугольника и затем выходить вверх. И как раз вот на верхней границе можно было бы заходить в лонг. Стохастик в то же время в зоне перекупленности сейчас разворачивается вниз. И обычно это говорит о том, что биткоин пойдет ниже. Возможно, он направляется к нижней границе этого треугольника. Расстояние, на которое выйдет биткоин из этого треугольника, можно померить по его основанию. Биткоин выйдет либо вверх, либо вниз. Но если вниз, то там он, конечно, опустится на 26500. Вернемся к индикаторам. RSI находится в средней зоне. Squeeze Momentum перешел в зеленую зону. Давайте вернемся на RSI. Этот индикатор пока что находится в средней зоне, но он направляется вверх. И, возможно, это может говорить нам о росте биткоина. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на стахастик, то увидим, что он находится в зоне перекупленности. И вот это может говорить о том, что пора бы зайти в шорт и немного поиграться с этим. Вот посмотрите, что происходило раньше. Стохастик в зоне перекупленности, и биткоин опустился вниз. Таким образом, если вот на это все посмотреть, то можно предположить, что биткоин пойдет к нижней границе канала на 28500 в ближайшей перспективе. Посмотрим на ленту скользящих средних. А мы находимся над лентой. Смотрите. Это, пожалуй, впервые за долгое время. И сейчас лента скользящих средних для биткоина как уровень поддержки. Криптогуру бот все еще дает сигнал на продажу. По профилю объемов мы видим, что очень много ордеров установлено на текущем уровне. Биткоин индикатор бот дал сигнал на покупку. Но я сейчас согласен с этим ботом, потому что я тоже стою в лонге. Перейдем на часовой таймфрейм. Здесь стахастик направляется вниз. Это интересно. RSI также направляется вниз. Квиз моментум находится в зеленой зоне. Ну, что здесь можно сказать? Еще раз посмотрим на вот эту последнюю свечу. Часовую в данном случае. Здесь очень небольшая тень вниз. То есть биткоин ушел вниз и тут же отскочил. Это свеча молот. И обычно это бычий паттерн. Посмотрим, что будет происходить. Но я пока что стою в лонге и закрывать свою сделку не собираюсь. Я покажу вам свои сделки, но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Конечно же, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем тысячу лайков на этом видео. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков. Ну и можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4600 долларов. Если зарегистрируетесь, заведете на биржу биткоин и начнете торговать. Ну и давайте еще раз посмотрим на график по биткоину. Я бы действительно здесь заходил в лонг, если биткоин потестит уровень поддержки и развернется вверх. Но, конечно, нужно дождаться подтверждения этого движения. Я заходил бы в лонг, стоп-лосс поставил бы ниже под уровнем поддержки, примерно на 29600 долларов. Тейк-профит поставил бы на верхнюю границу канала. Таким образом, соотношение риск-прибыль получается 1.59, риск 659 долларов, заработать можно 1045 долларов. С десятым плечом потенциальная прибыль 10450 долларов. Ну и давайте перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit, посмотрим, что там. Здесь у меня сейчас 197 тысяч, почти 198 тысяч долларов. За пару дней на этом аккаунте я сделал почти 10 тысяч долларов, что-то около того. Ну, в принципе, неплохой результат. У меня здесь BUSD на 49500 долларов. У меня есть токен BIT на 42750 баксов. CRV на 39786 долларов. На споте у меня есть один биток, который сейчас стоит 30238 долларов. И вот моя открытая сделка по биткоину, она сейчас в плюсе, 665 долларов, плюс 13,3 процента. И посмотрим теперь, что у меня на аккаунте Binance происходит. Здесь у меня сейчас 390 тысяч, 200 долларов. За последние несколько дней я забрал отсюда примерно двадцатку на свои текущие потребности, но опять эта сумма вернулась мне на баланс в виде профита от криптотрейдинга, и это, в принципе, неплохо. Спасибо тебе, криптовалюта. На этом аккаунте у меня 4 биткоина, которые стоят 121 тысячи долларов. У меня также есть BNB, который я покупал на 80 тысяч долларов. Сейчас монеты стоят 103 тысячи 900 долларов. То есть, таким образом, я сделал примерно 23 тысячи баксов на этой сделке. В общем, это мои сделки, это мое мнение по текущему положению дел на рынке. Еще раз напоминаю, что вы можете зарегистрироваться на Бабит и получить бонус 4600 долларов. Это пара комментариев. Отличные сигналы даешь, Джеймс. Ну, это проект, в котором я стал эдвайзером. Чили Динас. Узнайте детали об этом проекте, он довольно интересный. Время от времени я тоже буду рассказывать об этом проекте. Они выпускают NFC-коллекцию. И что они делают? Они собираются объединить технологию блокчейн, криптовалюты и NBA. И к этому проекту присоединяются реальные звезды NBA. Думаю, что это будет масштабная тема. Это NFT-шка нашего проекта Magic Craft. И что очень интересно, в одной из этих NFT-шек случайным образом спрятана машина Тесла. Не NFT, а реальный автомобиль, который вы можете выиграть. Стоимость NFT 0.75 BNB. Это наша команда из проекта Magic Craft. Мы создаем игру по модели Play to Earn. Это дизайн нашей игры. Расскажи свою историю, с чего ты начинал, как ты всему этому учился. Ну, если говорить коротко, я начал торговать еще когда мне было 14 лет. Мой отец тоже торговал на рынке, на Форексе, но он относился к этому просто как к азартной игре. Он использовал свечи, словно рулетку в казино. И пока он этим занимался, я в свои 14 изучал технический анализ. Еще в те годы я создал собственный веб-сайт, я начал зарабатывать уже тогда. Я на самом деле создал много сайтов, у меня было много компаний, которые я открывал по франшизе, рестораны. В общем, различные бизнесы. У меня также была IT-компания. Ну, потом я многое продал, уехал из Австралии, жил на одном тропическом острове и просто стал инвестировать. Ну, и в 2012 году я начал майнить биток и торговать уже на криптовалютном рынке. Ну, и, возможно, если вы уже очень давно смотрите мои видео, смотрите за моим YouTube-каналом, вы знаете, в каких странах я жил и чем я тогда занимался, потому что я давно уже записываю видео. И почему я вообще начал записывать видео, потому что мне мои друзья-инвесторы подсказали, что это очень неплохая идея. Если ты умеешь что-то делать сам, научи других, покажи, как это делать. На самом деле, я и сам до сих пор многому учусь, но то, что знаю сам, я пытаюсь передать другим. Спасибо всем, что смотрели, ребята. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. Моей целью является научить вас тому, что я умею сам, и поэтому я записываю такие видео каждый день. Но в любом случае, имейте в виду, что это не финансовый совет. Я только показываю то, что я делаю со своими деньгами, но вы должны принимать свои собственные решения. Спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс, Криптогуру, и увидимся завтра.